Величайший момент истории – осознание, что все усилия были не напрасны. Горечь потерь и ликование Победы пронеслись по советской земле в мае 1945-го. Спустя 77 лет эмоции не ослабли, с годами память лишь крепнет. У мемориала Георгия Победоносца, где захоронены больше 300 солдат, которые погибли во время освободительной операции в середине 44-го, собрались сотни бобручан во главе с руководством города, чтобы почтить славный подвиг. В это время на территории крепости собрались представители трудовых коллективов, активисты и те, кто неравнодушен к истории своей страны. К братской могиле советских военнопленных, где покоится 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат, несут алые гвоздики и тюльпаны. После возложения люди выстраиваются в колонну, движутся в сторону Минской. Акция «Беларусь помнит уже не один год» шествует по улицам страны. В каждой семье вспоминают тех, кто защищал нашу родину. Это люди, чья жизнь в годы Великой Отечественной стала сплавом мужества, стойкости и самоотверженности. На главной магистрали города сотни жителей. Белорусский союз женщин, БРСМ, Белая Русь, ветераны, школьники. Остановись мгновение. В торжественной колонне десятки ребят, которые несут портреты своих героических предков. Вот они, лица победы. Участие в шествии для многих станет тем воспоминанием, которым захочется поделиться с потомками. Величественный май на улицах Бобруйска встречают масштабно. Пройти мимо невозможно. Флаги, антуражные наряды, шарики и улыбки. Торжественную колонну приветствуют и снимают на телефоны. Весь город отмечает День Победы. Для нас День Победы – это большой праздник, который каждый должен помнить. И чтобы этот праздник всегда оставался в наших сердцах. Я несу сегодня портрет своего прапрадедушки Вальковского Николая Андреевича. Он участвовал в боевых действиях на территории Беларуси. Во время войны, где-то в 1942 году, получил ранение в правую ногу. Дальше находился в госпитале и дальше продолжил после того, как он вылечился, свой путь. На пересечении Минской и Социалистической два потока сливаются в один и направляются к площади Победы. Здесь праздничную колонну встречают бурными овациями. Завершает действие митинг-реквием, возложение и минута молчания в память о павших. Дальше демонстрация военного построения под звуки оркестра. Подобная слаженность и синхронность достигается лишь усердными тренировками. И, конечно, впечатляет каждого. В центре внимания главные гости этого дня – ветераны. Их истории – не заезженные пластинки, а осколки военных лет. Истина, которую необходимо бережно хранить, защищать и передавать из поколения в поколение. Мэр города произносит слова благодарности, самые искренние. За этот мир, за то, что мы можем сегодня трудиться на благо нашей страны, за то, что сегодня мы можем спокойно находиться на этой площади, не боясь ничего. Это дорогого стоит. Подвиг героев дал шанс на жизнь современному поколению. Ему, конечно, тоже уделяет внимание. У юных бобручан свой звездный час в этот день. Их посвящают в пионеры. Краснозеленые галстуки навевают теплые воспоминания. Очень приятно, что молодежь культурная, ребята уважительные. И хочется пожелать, чтобы они не пережили того, что пережили лежащее вот здесь, в могиле братской. За официальной частью следует праздничный концерт. Песни военных лет собирают зрителей всех возрастов. Для малыша это просто лиричные мелодии, для старших – музыка, которая несет глубокий смысл и хранит память молодости. Окунуться в историю помогают и атмосферные локации. Выходила на мере Катюша, на высокий берег, на крутой. Тематические площадки, выставки, фотозоны и ярмарка. Площадь Победы собирает бобручан и гостей города ежегодно и каждый раз удивляет. Масштабное празднование – не просто возможность хорошо провести время. Это традиция, которая через столетия сохраняет эмоции победного торжества. Нужно знать историю, изучать ее, для того, чтобы не допускать ошибки. И гордиться историческим, героическим прошлым наших предков. Я очень рада, что собралось очень много людей, которые от души пришли сюда, чтобы почтить память своих предков, людей, которые защитили нашу страну. Мы можем жить в такой красоте, в мире процветания. Великое Отечественное оставило неизгладимый, несмываемый отпечаток на белорусской нации. В летописи страны не было более жестокой битвы. Тогда погиб каждый третий житель. Земля пропиталась кровью солдат и погибших от зверств, фашистов, в концлагерях и зажженных деревнях. 1418 дней и ночей. Столько длилась война. Задача будущего поколения не позволить подвигу предков уйти в забвение. Мы помним, Беларусь помнит.